как получить права в канаде какие документы для этого нужны и сколько это стоит можно ли ездить в канаде со своими международными правами меня зовут глеб вы на канале интересные calgary поехали итак друзья всем большой привет продолжаю отвечать на ваши самые часто задаваемые вопросы и один из них это получение водительских прав в канаде действительно очень важный момент и на его стоит обратить внимание в первое время пребывания в канаде потому что с водительскими правами вы уже достаточно свободные мобильные и более того водительские права они выступают еще как и карточка айди то есть подтверждение вашей личности с которой вы можете везде в принципе находиться предъявлять в любом учреждении по требованию а сначала небольшая водно-диоретическая такая часть я вкратце расскажу какие классы прав существует конкретно в альберте потому что от провинции к провинции это различается допустим в антарио я смотрел видео ребят которые говорят что у них около 15 классов прав однако в альберте их 7 если быть совсем уж точными то есть примерно 7 с половиной сейчас объясню почему значит первый момент это существует класс 7 это ученический класс если у вас права такого класса вы имеете право водить машину только в сопровождении с тем у кого полные права класса 5 такие права вы должны иметь один год затем вы имеете право подаваться уже на более серьезный класс следующий шестой класс это класс для водителя авто мотоциклов затем идет класс 5 но есть промежуточный он называется 5 gdl груди этот лоринг программ то есть это после того как вы побыли год учеником вы имеете право подавать документы издавать basic road тест то есть базовый курс базовый экзамен по вождению на получение прав 5 класса gtl с такими правами вы имеете право ездить по общим дорогам однако вы не имеете право ездить с 12 часов ночи до 5 утра также вы не можете возить в салоне своего автомобиля человек больше чем предусмотрена конструкция автомобиля да ну в большинстве случаев это 5 человек а также вы не можете учить уму о извините вы не можете учить вождению других водителей и содержание алкоголя в вашей крови при вождении должно быть 0 при пятом классе более полном допускается небольшое ну например там кефир выпил утром и езжай себя вот следующий пятый класс это полный он позволяет водить все автомобили по всем дорогам нету никаких в принципе ограничений собственно это и цель получения проводительских прав канаде о которых я уже расскажу чуть позже 4 класс предусматривается для тех кто хочет водить такси или неотложную помощь а третий класс у нас для водителей грузовиков то есть если вы приезжаете в канаду и хотите работать дальнобойщика вам необходимо получить класс 3 и следующий второй класс это водители больших автобусов для перевозки пассажиров или допустим детей в школу ну и первый класс это уже вообще самые крутые права тут можно водить абсолютно все транспортные средства вплоть до космической ракеты шутка конечно в общем я думаю ситуация понятна теперь один из самых популярных вопросов можно ли ездить в канаде со своими международными правами из россии украины казахстана или беларуси откуда вы приехали в общем неважно да а ответ да в альберте можно водить до 90 дней со своими международными правами однако они должны быть переведены на английский язык официальный перевод или это должна быть международная версия ваших водительских водительского удостоверения с дублирующими надписи на английском языке чтобы местные полицейские могли их распознать теперь что касается туристов которые приезжают в канаду туристам тоже разрешается водить автомобиль в канаде по своим международным правам с такими же требования то есть наличие английских английской версии прав или их письменного перевода такое вождение разрешается до одного года и также если вы приезжаете как временный рабочий до одного года или студент на короткую программу вы также можете водить своими международными правами однако если у вас рабочая виза или студенческая виза более чем на один год вы должны будете поменять свои права на место вот такие вот краткая вводная часть и ответы на ваши самые популярные вопросы а дальше мы перейдем как все-таки получить права постоянные в канаде тут я разделю весь процесс на два направления да то есть если вы приезжаете в канаду и у вас вообще до этого не было водительских прав вы хотите заново их здесь получить как это можно сделать очень просто вы берете книгу в которой написаны все водительские права ссылку на эту книгу на электронную версию я размещу в комментариях под этим видео в описании да и собственно книги бывают даже на русском языке насколько я знаю однако я не рекомендую пользоваться русскоязычная книга учите сразу на английском языке вам это в дальнейшем очень пригодится вы берете книгу учите права правила дорожного движения и вы приходите в один из регистрационных центров с своим заявлением о том что вы хотите получить права для и вы должны будете сдать knowledge тест так называемый теоретическую часть экзамена что вам для этого нужны какие документы в первую очередь вам нужны ваша пиар-карта то есть документ который подтверждает ваше легальное пребывание в канаде да если у вас не пиар-карта студенческая или рабочая виза вы показываете ее также необходимо показать подтверждение вашего нахождения в альберте то есть это ваши допустим договор аренды квартиры то есть какой у вас текущий адрес это обязательно и также вам необходимо ваша айди то есть в данном случае это будет ваш заграничный паспорт в котором есть ваша фотография и собственно который подтверждает вашу личность вот это основные документы которые вам нужны будут собой далее чтобы сдать тест вы просто заявляете это и вам дают такую возможность ты состоит из 30 вопросов я сейчас не помню точно сколько на это дается времени но времени дается достаточно может быть час может быть больше я точно не помню однако торопиться некуда и для того чтобы сдать экзамен вам необходимо ответить на 25 вопросов правильно после того как вы отвечаете на каждый вопрос сразу будет видно ответили вы правильно или нет а ну и когда вы отвечаете на 25 вопросов правильно вам сразу высвечится ваш результат и вы хлопаете в ладоши и евро в общем после того как вы сдали теоретическую часть экзамена вам необходимо заплатить за карточку за сами права это будет стоить 23 канадских доллара сам теоретический курс теоретический экзамен извините стоит 17 канадских долларов после того как вы получаете класс 7 водительского удостоверения 7 класса вы можете с этими правами как я уже сказал а водить один год то есть вам нужно иметь стаж вождения один год но опять же с тем кто у кого есть 5 права то есть полная полная лицензия вот таким образом вы получаете год через год вы приходите говорите я хочу получить 5 дедел вы должны будете сдать basic road тест то есть это базовый экзамен по вождению он длится недолго примерно 15-20 минут вам нужно будет показать общие навыки вождения автомобиля то есть тут ничего сложного но тут не вы не будете выезжать на хайвей допустим вы только по городской части проедете и экзамен несложно его достаточно несложно сдать сдаете этот экзамен и вы получаете права 5 дедел с пятым делом как я уже говорил вы у вас есть определенное ограничение и вы должны будете водить автомобиль еще два года то есть получить еще два года стажа поэтому по это лицензии только после этого вы претендуете на получение полного пятого класса тут уже немного сложнее потому что вам нужно будет сдать advanced road тест то есть это так скажем сложный сложная версия экзамена по вождению он длится один час и здесь уже вам нужно будет показать все мастерство вашего вождения сразу скажу что тест действительно очень непростой когда я приехал в я сразу подавался на 5 на пятый класс полный я обменивал свои права на местные я чуть-чуть расскажу позже это второе направление получения водительских прав в канаде так вот я со своим опытом на тот момент уже 12 лет вождения и беспрерывного то есть я очень хорошо вожу автомобиль мне это очень нравится собственно мне было не просто очень сдать этот тест потому что действительно нужно полностью все внимание уделить вождению и очень многие моменты которые не приз не присущие вождению в наших странах здесь они присутствуют поэтому нужно о них тоже обращать внимание какие-то моменты ну например это очень такое пресловутая ошибка многих новичков здесь в канаде здесь нужно обязательно делать так называемый shoulder check то есть это проверка вашей мертвой зоны то что вы не видите в свое боковое зеркало в автомобиле существуют мертвые зоны если вам известно у автомобиля вам нужно всегда делать шоку shoulder check то есть когда вы перестраиваетесь в соседнюю полосу или поворачиваете вам необходимо повернуть голову и проверить за своим плечом что у вас нет автомобиля который попал в мертвую зону это очень важно часто из-за этой ошибки случаются от как раз аварии и в таком случае если случилось аварии виноваты будете вы поэтому shoulder check это очень важный момент и буквально мне кто мне рассказывали что когда они водили сдавали тест но буквально нужно просто крутить головой по всем сторонам при перестроении при всех поворотах потому что инструктор на это очень внимательно обращает внимание вот собственно это путь когда вы сдаете с нуля да также вы можете обратиться в школу по вождению получить там уроки по вождению чтобы вас научили если вы вообще не умеете я не буду сейчас говорить о стоимость потому что я не знаю я затем не обращался вы можете загуглить посмотреть сколько это стоит теперь второе направление получения прав это обмен наших прав из наших стран на местные канадские такая система тоже существует к сожалению с нашей страны бывшего советского союза они не входят в то передовое число стран у которых с канадой существует договор об просто обмене прав такие договора существуют с европейскими странами с великобританией с по-моему с японии с австралией и соединенными штатами америки существует определенный список если вам интереснее тоже ссылку размещу кстати вот многие спрашивают про израиль нет израиль не хоть слова векса то есть тоже нужно по общей процедуре обменивать права и так как происходит обмен вы должны подтвердить о том что у вас стаж вождения по вашим правам более двух лет как это сделать прежде чем вы будете уезжать из своей страны я очень рекомендую вам обратиться в ваше управление полиция или милиция и получить справку о стаже вождения в вашей стране она вас очень пригодится в канаде поверьте мне а ее не всегда просто получить я знаю на своем опыте я ее так и не смог получить в украине но некоторые это делают и она потом очень сильно пригодится и так при наличии этой справки также вам нужно будет перевести ваши права здесь на английский язык рекомендую сделать это уже здесь стоит около 50 долларов вы можете найти сертифицированного переводчика который это сделает и вы с этими документами идете в опять же в регистри офис подаете эти документы и что происходит ваши вот эти вот документы они отдаются на проверку то есть как бы экспертную оценку ваших прав действительно ли у вас есть такой стаж этим занимается отдельная организация к сожалению я не знаю как они это делают я не я не думаю что они делают запросы в наши страны и в управление которое выдало эту справку это маловероятно однако какая-то процедура существует я прошел этот путь и и после того как они делают оценку например длится две-три недели и вы получаете так называемый exemption report то есть который говорит о том что действительно у вас подтвержден ваш стаж водительский вы можете уже сдавать тест на полный пятый класс и вот здесь вы сразу можете сдавать пятый вернее advanced road тест но до этого вы должны будете сдать еще новость тест также как и при получении 7 класса итак вы сдали новый тест до перед тем как сдавать кстати тест на вождение вы должны будете еще пройти процедуру проверки зрения происходит она на определенном таком аппарате вы кладете свою голову на определенную такую подставку и там аппарат электронный там возникают определенные картинки вы должны будете распознать и дать ответы вам будут на английском языке задавать вопрос что вы видите вы будете отвечать таким образом проверяется зрение проверка достаточно серьезная поэтому если у вас есть линзы возьмите в очках по моему нельзя то есть у них есть определенные требования однако не беспокойтесь в принципе все получают если уж не совсем у вас плохое зрение если вы там ничего не видите ну я думаю что тут могут возникнуть какие-то сложности но в целом вот допустим моя супруга олеся у нее зрение тоже не очень хорошая она не носит линзы она не носит очки но она прошла такой тест и и она спокойно водит а здесь автомобиль и так вы прошли этот тест на зрение вы потом сдаете advanced road test как я сказал он длится уже один час почему важно учить правила на английском языке потому что когда вы будете ехать с инструктором он будет вам давать команды на английском языке куда ехать куда поворачивать возможно что то еще и вам нужно это все естественно понимать поэтому очень важно уже знать на английском языке какие-то термины что есть особенно в advanced road test особенным является допустим параллельная парковка то есть когда вы движетесь по дороге вам нужно сделать парковку задом параллельно тротуару ее нужно сделать насколько я знаю дается если вы не сделали с первого раза уперлись в бордюр задним колесом вам говорят сделать еще раз вы выезжаете может быть проедете куда-то в другое место и опять нужно заехать сделать по моему на это дается три попытки если с третьего раза вы не смогли перепарковаться таким образом это считается не с данным тестом также существует система баллов за ошибки в альберте конкретно когда я сдавал в прошлом году это было 75 баллов то есть если вы набираете штрафных 75 баллов вы не сдали также есть очень такие существенные ошибки например проезд на красный свет светофора красный сигнал светофора это тоже не сдача если допустим вы не уступили пешеходному пешеходу на пешеходном переходе это тоже сразу не сдача или допустим вы превысили скорость в playground или school за school zone это где ограничение 30 километров в час вы тоже не сдали поэтому это очень внимательно нужно за этим следить также нужно постоянно перестраиваться показывает поворотник не выключать его раньше времени делает шелдер чек естественно постоянно анализировать что вокруг а вашего автомобиля происходит и таким образом вы можете сдать тест скажу честно из моего личного опыта я набрал 60 штрафных баллов но все равно это мне позволило сдать тест я уже не помню точно какие ошибки я допустил вылетел из головы но они были несущественные но однако вот три или четыре ошибки вылились в 60 баллов штрафных вот собственно о процедуре получения и сдачи прав теперь что касается цен как я уже говорил сдача теоретического экзамена стоит 17 канадских долларов сдача basic road test то есть базового курс базового экзамена по вождению на 5gdl права стоит 90 канадских долларов и advanced road test то есть усложненного экзамена по вождению стоит 140 канадских долларов в альберте после того как вы сдаете все экзамены вам нужно будет еще заплатить за саму карточку водительского удостоверения в канаде это вернее в альберте это стоит 23 канадских доллара то что других провинциях это может стоить другие деньги теперь если вы приезжаете в канаду и вас еще нет автомобиля но вы уже хотите получить права вы можете взять в аренду автомобиль на сдачу экзамена по вождению в самом registry office они такую услугу предоставляют и стоит она примерно 70-90 долларов такая так тоже можно сделать теперь что еще можно сделать можно взять теоретический курс вернее практические уроки вождения в школе по вождению я точно не знаю сколько это стоит но мне кажется что за несколько уроков вы заплатите примерно 200 300 долларов вот это что касается цен теперь напоследок мои личные советы из моей практики да что вам нужно будет сделать по приезду в канаду в первую очередь я вам советую учить в водительское правило по книге на английском языке потому что как я уже говорил инструктор вам будет давать указание на английском языке вы должны будете понимать какие знаки он имеет ввиду и какие маневры вы должны совершить вам это все нужно будет знать на английском языке далее очень важный момент когда вы едете в канаду то я вам советую перед тем как ехать получите из своего управления милиции или полиции справку о вашем водительском стаже если это возможно потому что я допустим в украине так и не смог получить такую справку я не нашел кто ее выдает однако я знаю что люди все-таки такие справки получают такая справка вам очень пригодится как я уже говорил при подтверждении вашего заводительского стажа еще очень важный момент что касается страховки на автомобиль опять же возьмите пожалуйста в вашей страховой компании где вы страховали свой автомобиль справку о вашем страховом стаже потому что когда вы будете здесь получать автомобильные номера номера на ваш автомобиль вам нужно будет обязательно делать страховку без страховки здесь едет нельзя и чтобы получить более выгодные цены по страховке здесь канаде вам нужно будет показать что у вас уже был хороший страховой стаж и такая справка и страховой компании она вам опять же поможет да вы и должны будете опять же перевести на английский язык здесь но это уже небольшая проблема главное чтобы вас была такая справка вот это собственно наверное все мои советы как обычно для вашей пользы я буду размещать я размещу ссылки на официальный сайт на котором описана вся процедура получения прав водительской в канаде и собственно все требования также я размещу сайт link на один из registry то есть регистрационного офисного на сайте котором тоже описаны какие цены какая процедура вы можете это посмотреть будет интересно также я вам размещу ссылку как я говорил на электронную версию книги по с правилами что вы посмотрели и будет ссылка на сайт где вы можете даже потренироваться сдавать теоретический экзамен вот собственно все что я хотел рассказать о получении водительских прав в канаде я надеюсь что это видео было вам полезным таким же как и прошлые мои видео если это так поставьте лайк пожалуйста поделитесь этим видео с вашими друзьями и я всегда жду ваши комментарии спасибо что вы смотрели это видео до новых встреч мы скоро увидимся всем удачи пока